Сколько вам не осталось, знаете, Говард, вы можете отправиться в путешествие, или изобрести что-нибудь, или дочитать преступление и наказание. Да всё к чёрту. Можете есть одни пончики, если захотите. Да вы что? Эй, я не хочу есть пончики. Я хочу жить. Кто же, выбирая между пончиками и жизнью, выберет пончики? Гарольд, если бы вы хорошенько подумали, то поняли бы, что ответ на этот вопрос напрямую зависит от выпавшего на вашу долю образа жизни. И, конечно, от качества выбранных пончиков. Вы понимаете? Понимаю. Ну и вы поймите, что для меня это не философия, и не теория литературы, и не сюжет, это моя жизнь. Вот именно. И прожить её надо так, как вы всегда мечтали. Сама не ожидала, что получится. Один-два. Давай один. Один? Нет, и второй тоже. Вот твоя комната. Я её называю спальный отсек-два. Спасибо, Дэйв. Да брось, чувак. Здорово, что ты будешь рядом. Надолго планируешь остаться? Я пока не знаю. Ясно. Дэйв, можно тебе задать совершенно абстрактный, чисто гипотетический вопрос? Давай. Если бы ты знал, что умрёшь. Угу. Совсем скоро. Что бы ты делал? Даже не знаю. Я самый богатый человек на Земле? Нет, это ты. У меня есть суперсила? Нет, ты это ты. Знаю, что я. Но у меня есть суперсила. Откуда у тебя суперсила? Ты же сам сказал, гипотетически. Ладно, да. Ты силён в математике. Это не суперсила, это навык. Хорошо. Ты гений математики, и ты невидим. И знаешь, что скоро умрёшь. Ладно, понял. Я поеду в космический лагерь. В космический лагерь? Он в Алабаме находится. Там детей готовят астронавты. С детства мечтал попасть туда. Ты невидимый поедешь в космический лагерь? Не я, а ты выбрал невидимость. А ты не староват для этого лагеря? Никогда не поздно поехать туда. Я пойду. Космический лагерь. 122 гитары, 732 струны, 257 звукоснимателей, 189 усилителей. Гарольд стоял лицом к лицу со своей давней мечтой. Стоял и ничего не предпринимал. Нужно было не просто найти гитару. Нужно было найти гитару, которая скажет что-нибудь о Гарольде. Увы, но эта гитара говорила, когда я вернусь к Джорджу, эта женщина поймет мои страдания. А эта говорила что-то типа, да, у меня аж там не зла игры. Эти говорили, я очень нежен и заботлив и абсолютно не умею играть на гитаре. Я кое-что вам компенсирую. А что угадайте? И тут Гарольд увидел ее. Избитый, ужасно истерзанный цветоморской пены экземпляр марки Фендер. Несмотря на целый букет тяжких недугов, инструмент говорил уверенно и свободно. Он смотрел Гарольду прямо в глаза, недвусмысленно заявляя, я крут. С каждым неуклюжим аккордом Гарольд Крик все больше узнавал о себе. О том, чего он хочет и зачем он живет. Гарольд больше не ел в одиночестве. Больше не считал движения щеки. Больше не носил галстуки. И потому его не заботило время, потраченное на завязывание узла. Он больше не считал шаги до автобусной остановки. Вместо этого Гарольд Крик делал то, что прежде всегда его пугало. То, чего он избегал каждый день в течение столь долгих лет. То, к чему его призывали безжалостные песни бесчисленных панк-групп. Гарольд Крик жил своей жизнью. Но даже теперь, следуя своей мечте и заработав несколько приличных мозолей, Гарольд еще не прошел свой путь до конца. И часы Гарольда не могли позволить ему упустить еще один шанс.